Преступление и наказание. За магазинную кражу охранник избил подростка. Все произошло в Сарове, в местном продуктовом магазине. Сотрудник ЧОПа заподозрил 14-летнего подростка в краже и задержал его. Все происходящее на мобильный телефон снимал друг мальчика. Словесная перепалка переросла в драку. *** *** *** *** *** *** *** Смотрите, это пятерочка, магнит, восток. Около востока. Бьют ни за что. Ты его ногой бил тут? Ты его ногой вот тут бил? Это не дети. Ты бил ногой? Это ребенок? Это ребенок бил, бил тут ногой. И там. И там рука не бил. У меня есть, мои дети уже дома давно. Правда? Вот что вы говорите, давайте теперь пускайте, они тоже давно дома были. Они не будут давно дома. Они не будут давно дома. И у меня сын не будет ходить по магазинам воровать. В компании молодых подростков небезопасно играли с зажигалками. Сотрудники магазина вызвали частную охранную организацию. С одним из охранников у 14-летнего подростка произошел конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина нанес удар по лицу подростку. Предварительно мальчик за медицинской помощью не обращался. Я зашел в магазин, взял сырок, он мне не понравился, его положил в другое место просто. Он мне не понравился, я не вышел в заказ. Ну, подвинь, ну и что? Можно спросить, я тоже меня, почему меня не выпускают? Тебя столько раз с пивом ловила. Можно мне выйти, пожалуйста? Нет, нельзя. Почему? Сейчас полиция приедет и выйдет. А за что меня тут задерживают? Они тебе объяснят. Мальчик уже подпадал под поле зрения правоохранительных органов, и он привлекался к ответственности за совершение противоправных деяний. Будем проверять документацию, соответственно, документацию магазина и документацию охранного предприятия. Кстати, как сообщили в прокуратуре, сам подросток тоже оказался с криминальным прошлым. Против него возбуждено уголовное дело за три кражи и угон машины. Сейчас оно рассматривается в суде.